Боже мой, поздравляем, из ящика Пандоры выпала золотая рулетка. Чтобы вы понимали, вот только запустил ролик, начал снимать новую серию нашего пути, открыл данный бесплатный ящик и выбил золотую рулетку, которая стоит около 300 тысяч. И да, парни, всем привет! Данный ролик это вторая серия нашего пути к Гелику в криминальной России, с полного нуля, без такого либо доната. Ко второй серии мы имеем 1 миллион на аккаунте, третий уровень, ну а также вот еще золотую рулетку, ты посмотри. Так, парни, мы работяги, давайте сразу отправляемся на работу, меньше лишних слов. Так, аренда автобусов, сейчас немножко покатаюсь автобусником. Наша задача сейчас подформить немного денег, выбить пару ларецов автобусника, ну а также выполнить ежедневный квест, за который нам дадут 22 азекойна, проехать 400 чекпоинтов, будучи водителем автобуса. Цели на этой работе поставлены, быстренько выполняем. О, упал первый ларец, минимум за 75 тысяч, мы его продадим. Так, заканчиваем последний рейс, квест мы в принципе выполнили ежедневный, получили 22 азекойна. Отлично, давайте сразу их активируем, все. Так, ну еще один рейс мы закончили, давайте все, в принципе отказываемся от работы. Ну, бобосы подзаработали, получили 22 азекойна, ну а также еще получили 3 ларца в отделе автобуса. Сейчас так, азекойнов у нас довольно-таки много, давайте заходим в донаты, обмениваем наши азекойны на экспи. Так, 20 азекойнов обмениваем на срок экспи, достигли 5 уровня. До 6 уровня нам еще нужно 16 экспи. Обмениваем еще 8 азекойнов, получаем 16 экспи, все, 6 уровня мы достигли. Теперь заходим в МН, далее промо, и давайте вводим промокод хэштег РИВАС, который даст нам просто кучу боссов. А, для активации вы должны отыграть 12 часов, хорошо. Зашел в закусочную, выбил еще одну золотую рулетку. Прибыл сейчас в автошколу, лицензию на оружие. Так, вы успешно получили лицензию, деньги минус 200 тысяч, хорошо. Теперь сейчас наша задача найти максимально дешевую амуницию. Так, вот первая амуниция, цены здесь в принципе дефолтные, хотя даже, сказал бы, немного завышенные. Приехал к другой амуниции, давайте посмотрим, какие цены здесь. Так, ну и здесь уже немного подешевле, к патронам только само оружие. Покупаем, короче, давайте дигл. Ну и к нему, по-хорошему, давайте купим 1000 патронов. Суммарно, короче, потратили где-то 200 тысяч, но теперь мы-то скажем готовы к охоте. Сейчас по-хорошему еще давайте возьму себе броники. Так, покупаем броники, ну и давайте, наверное, возьмем еще маски, тоже может пригодяться. Ну и теперь, имея оружие, мы сами сейчас с кайфом отправимся на охоту. Так, вот в принципе наша добыча, давайте достаем, короче, ствол, берем, допустим, условно, не знаю, 50 патронов. Ну и давайте настреливаем под данному зверю. Так, колени мы убили, отлично. Подбираем тушку этого зверя, все. Так, меня объявили в розыск, потому что у меня нет лицензии на охоту. Блин, это плохо. Сейчас времени пол первого ночи, онлайн подупал. Так, все нормальные люди уже пошли спать. Охотников стало меньше, само собой конкуренции тоже будет меньше. Поэтому сейчас давайте позанимаемся прям жесткой охотой, подзаработаем здесь хороших бабок. Охота это на самом деле идеальный способ заработать просто огромное количество денег на данном проекте. Неудивительно то, что даже ночью данным способом заработка занимается просто куча игроков. Вот реально, я катаюсь по этим лесам, животных попросту нету. Причина того, что, судя по всему, другие охотники их просто все уже заутали. Самые топовые животные это медведи, далее кабаны, ну и самые такие, которые дают меньше ресурсов, это олени. Блеск данной работы заключается в том, что она доступна даже с первого уровня. Все, что вам нужно, это иметь лицензию на оружие, которое стоит 200 тысяч, ну а также какое-нибудь оружие, чтобы вы смогли убивать животных, и патроны. Я лично предпочитаю дигл, потому что он носит хороший урон, и патроны особо при убийстве животного вы не потратите. Если вы также попробуете здесь поработать, а я это категорически советую, потому что это одна из самых лучших работ, которые вообще в принципе тут есть, обязательно покупайте броники и будьте готовы к тому, что за акули по добычу другие охотники будут готовы вас разорвать. Бывает такое, вот допустим, как у меня, вот я просто катался и смотрю, парень меня стреляет, просто ни с того ни с сего. Я в целях самообороны его убил, и далее поинтересовался у него, почему вообще, зачем он это делал, но, к сожалению, ответа я не получил. Помимо этого, здесь есть такие вот плохие люди, которые вашу добычу будут себе крысить. Вы бегаете за этими животными, убиваете их, подъезжает какой-то говнюк и просто себе забирает всю добычу. Такими же становиться ни в коем случае не нужно, уважайте других охотников, если вы видите то, что кто-то там, не знаю, убивает медведя, не надо там присоединяться, убивать, воровать и так далее, то есть добыча уже занята другим игроком. Но если животное свободное, его никто не убивает, то смело можете его себе забирать. Короче, парни, настрелял просто кучу животных, помимо того, что вы получаете тушки, вам также капают охотничьи монеты. Я не знаю, конечно, сколько они стоят. Я думаю, игроки, в принципе, неплохо за них забашляют в иностранном рынке, потому что за эти охотничьи монеты можно получить активные аксессуары на спину. Получить их можно в деревне охотников, обменяя их у бота. Давайте прямо сейчас все, что мы налутали, всех наших животных, пойдем и обработаем, чтобы получить наибольшую с них сумму денег. Для этого вам нужно приехать к скотобойне, чтобы ее найти, заходите в ГПС, там будет мафия и снизу будет скотобойня. Тушку каждого животного необходимо обработать, чтобы получить сырое мясо. За медведя получаете 12 мяса, за кабана 10, за оленя 8. Обрабатываем все тушки. Ну, я не знаю, меня просто убил игрок, я спокойно обрабатывал тушки, взял, просто так меня убил. У парня 28 уровень, чего он этим добился, я не знаю, убил новичка, подняло ему это настроение, как-то лучше он после этого стал, я не знаю, возможно, какое-то удовольствие он с этого получил. Но по факту говнюк еще тот. Вернулся в скотобойню, обрабатываем все ресурсы, все. Готово. И теперь нам нужно отправиться в охотничью деревню. Найти ее можно также в ГПС, другое, и там будет деревня охотников. Все наши ресурсы, которые мы налутали, вот эти вот шкуры, сырое мясо, нужно продать вот этому боту. Покупает он просто по сверх прайсу, и это очень круто. Просто давайте потихоньку все это ему сливаем, забираем все наши бабки. Я, ребята, говорил, то, что работа топовая, и сейчас вы просто увидите, сколько мы заработали, налутав всех этих зверей. Блин, капец, парни, уже больше пяти миллионов, у меня аж кейсик появился. Ё-моё, вот это вот, я понимаю, топовая работа, ну серьезно. Еще вот таких вот два захода, и можно будет спокойно идти и покупать себе гелик. Ну, это реально просто имба. Данную работу, в общем, я определенно всем советую. Сейчас немножко еще постреляю. На данный же момент у нас уже есть более пяти миллионов, ларьцы автобусника, охотничьи монеты, ну а также золотые рулетки, которые мы обязательно продвинем на странном рынке. Если вы хотите, что последняя серия вышла как можно быстрее, давайте постараемся на этой серии набрать тысячу лайков. И буквально где-то через дня два я выпущу последнюю серию. Второй день пути к гелику в криминальной России без такого либо доната с полного нуля подходит к концу. Всем большое спасибо, всем желаю удачи.